Здравствуйте! С вами программа Время Икс. Меня зовут Ксения Вишневская. Сегодня отмечает Международный день альпинизма. И в гостях у нас президент Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя, мастер спорта, многократный чемпион Украины и СНГ по альпинизму Юрий Круглов у нас сегодня в студии. Здравствуйте, Юрий Игоревич. Здравствуйте. Прежде чем мы начнем вашу программу, конечно, от всей души мне хочется поздравить вас, поздравить ваших коллег, поздравить тех людей, которые на протяжении такого периода времени и сложных маршрутов, о которых мы хотелось бы, конечно же, сегодня приоткрыть нашим зрителям этот рассказ, поздравить все те, кто были с вами всегда на протяжении всего этого периода времени и этих достижений, и этих вершин покоренных. С праздником вас, дорогие наши альпинизмы! Спасибо большое. И вас с праздником, и всех, кто ходил в горы с праздником. Альпинизм в нашем городе прошел путь от такого глубокого андеграунда в статус базовых видов спорта. И случилось это в этом году. Так что всех поздравляю с праздником! Да, кстати, вот многие думают о том, что у нас же еще и промо-альпинизм есть, да, и есть и такое, как одно из направлений уже скалолазания, потому что раньше это все было как-то совмещено. Альпинизм с скалолазанием мы не отделялись. Сейчас это абсолютно другая дисциплина, другая подготовка, другие, соответственно, награды и так далее. Вот если принципиально для наших зрителей рассказать, чем же все-таки отличается скалолазание от альпинизма? Хороший вопрос. Альпинизм как вид спорта – это восхождение на вершины. 90% в альпинизме – это скалолазание. На определенном этапе развития спорта игровые виды из альпинизма стали вычленяться как отдельные виды спорта. Так появилось скалолазание, как просто такой вид гимнастики. Но в альпинизме мы все равно считаем, что скалолазание – это ключ к успеху. Кроме этого, есть еще лидолазание – это тоже дисциплина альпинизма. Есть скайранинг – это тоже дисциплина альпинизма. Но их много. Но в целом, что отличает альпинизм от скалолазания и других видов спорта – это обязательный выход на вершину. Тем более, что у вас этих вершин была не одна, и даже я не знаю, сколько сосчитать. И у вас есть звание, которое вы получили – жетон «Снежный барс». Расскажите, пожалуйста, какие вершины, как это было, и что самое главное для вас это значит? «Снежный барс» – это неофициальное название официального звания, которое называлось «Покоритель высших вершин СССР». Это пять семитысячников, некоторые из них расположены на Теньшане, некоторые на Памире. Перечислять их не буду, можно на тренде посмотреть. Но это суровые горы, и на сегодняшний момент таких людей в мире насчитывается порядка 620 человек. Я получил такое звание в 2005 году, и на тот момент мой номер был 520. То есть за 13 лет 100 человек еще пополнили наши ряды. Это малое количество людей. Для сравнения могу вам сказать, что ежегодно на Эверест, например, восходят до тысячи человек. Ежегодно. Поэтому это почетное звание, я в принципе горжусь. Скажите, а что для вас все-таки покорение вершины? Потому что для каждого альпиниста и для человека, который посвящает все-таки жизнь и связывает эту жизнь с покорением вершин, есть какое-то внутреннее согласие, принятие чего-то. Что это для вас? Ну, это очень сложный вопрос. На него можно долго отвечать. Здесь есть и спортивная составляющая, и есть составляющая, которая, можно сказать, там, романтика. То есть это желание быть первооткрывателем. В обычной жизни такой возможности сейчас нет. И, конечно же, возможность побыть наедине с собой, подальше от общества, где есть телевизор и прочее. То есть причин очень много, причем каждая из этих причин составляет свой вес. И для каждого человека есть собственная причина. Поэтому реально сложный вопрос. Также можно, ну, даже не хочу дальше продолжать, потому что... Скажите, вот Высоцкий говорил, что если хочешь проверить своего друга, бери его в горы. Были ли у вас такие случаи, когда вы брали в горы, чтобы кого-то проверить? Да, были. Конечно, да. Это очень, кстати, действенный такой способ, чтобы увидеть человека, как он действует в экстремальной ситуации, и понять вообще, кто это такой. Это нормальное явление. Поэтому, в принципе, альпинизм как дисциплина, она еще во времена СССР поддерживалась на государственном уровне. Изначально поддерживалась за счет Министерства обороны. Потому что в альпинизме можно легко отделить надежных людей от ненадежных. Это очень важно. Особенно в нашем современном мире сейчас. Юрий Игоревич, скажите, пожалуйста, а как же все-таки отмечает этот день альпинисты? Есть ли какие-то традиции, которые сохранились с долгих лет? И как сейчас современность воспринимает? Ну, альпинисты никак не отмечают этот день. Приятно, конечно, получить поздравления от людей, которые не занимаются этим видом спорта, как дань уважения тому, что спорт существует. Но сами спортсмены проводят этот день в горах, в экспедициях. Кто где может, мы счастливые. Нам не надо никуда ехать, чтобы попасть в горы. Мы живем в горах в Севастополе. А вот многие из тех, кого я знаю, сейчас все разъехались по разным горам мира. Ну, поднимут стакан за альпинизм. Знаете, всегда мне было приятно пообщаться с людьми, которые покоряли горы, и серьезные горы. У вас и Казбек, да, и сколько у вас гор? Ну, хотя бы частично те... Нет, та вершина, которая вам достаточно... Понятно, что каждая вершина дается по-своему. Ее нельзя сравнивать, потому что это абсолютно разные ощущения, разные горы, разное состояние и так далее. Но есть именно та вершина, которая, преодолев ее, вы для себя сделали какую-то такую травную точку дальнейшую, что-то такое, что извинило вас. Ну, знаете, каждая вершина дает что-то в копилку собственную. Первое, конечно, помнится, ну, такая серьезная. То есть я когда еще в школе ходил, я первый раз залез на высоту, там, 5000 метров на Кавказе и понял, что да, это мое. Вот. А в дальнейшем, ну, Крым – это самый, наверное, мощный полигон для роста технического, профессионального. Потом, когда мне стало тесно, я открыл для себя Памир, потом Теньшань, потом Гималайи, там, Тибет, Непал. И, значит, планка постоянно повышается. И постоянно хочется что-то более сложное сделать. Но так, чтобы вот какая-то отдельная вершина, ну, нет. Для этого надо попадать в какие-то, наверное, экстремальные ситуации. И, может быть, что-то запоминается с плохой стороны. Но в хорошем смысле каждая вершина, она одинаково для меня дорога. Из тех, которые мне пришлось покорить. Игорь Игоревич, у нас сейчас очень часто отправляют экспедиции именно на коммерческой основе. То есть люди все равно туда идут, их привлекает, это романтика. Много снято фильмов красивых, да, и так далее. Вот на ваш взгляд, насколько правильно ли это направление выбрано, я имею в виду, для, может быть, менее подготовленных людей? Потому что все-таки альпинист – это, прежде всего, технически подготовленный и моральный, и физический человек. Но вот есть группы, которые выходят для того, чтобы поставить галочку. Ну, я понимаю, смотрите, есть люди, которые занимаются альпинизмом как спортом. Таких людей, конечно, меньшинство. И их становится все меньше. Я, наверное, один из немногих, кто успел попасть в последний вагон отходящего поезда под названием «Советский альпинизм». И потом, конечно же, ситуация изменилась. Многие ходят в горы для собственного удовольствия. У них нет ни времени, ни возможности держать себя в такой форме, при которой они самостоятельно могут сходить на ту вершину, которую хотят. Поэтому появилась индустрия так называемого коммерческого альпинизма. Эта индустрия, она подпитывает спортивный альпинизм, поскольку она дает работу профессионалам, которые являются спортсменами. Это подстегивает экономику очень сильно, открывает рабочие места. То есть, например, для экономики Непала альпинизм – это, по-моему, источник номер один. Учитывая, что при восхождении на Эверест каждый из тех самых коммерческих альпинистов платит довольно большую сумму, то это большое подспорье. Есть такое противостояние между чистыми спортсменами и теми, кто не поддерживает такой альпинизм. И наоборот, представителям коммерческого альпинизма надо быть реалистом. И тот альпинизм, и тот альпинизм будут. Причем коммерческий альпинизм будет проникать во все большее количество горных вершин, все большее количество вершин будет вовлекаться в коммерческий альпинизм. Например, на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, на вершину Ка-2 в Каракаруме в Пакистане, это считается самый сложный восьмитысячник, зашло практически 50 человек. Раньше это считалось бы невозможным, но с приходом мэра коммерческого альпинизма, когда на одного, скажем так, участника, который платит деньги, приходится один-два гида, это становится реальным, это становится возможным. Таким образом альпинизм проходит в массы, люди об этом узнают. Поэтому одно без другого не живет, я отношусь к этому спокойно. Я достаточно счастливый человек, чтобы не зарабатывать на альпинизме. Это мое хобби. Но я знаю многих тех, которые живут за счет того, что предоставляют услуги гидов и так далее. Здесь, конечно, надо сказать, что у нас в стране статус гида – это нечто, что только развивается. Недавно только принят стандарт гидов. Дальше наша школа гидов находится в стадии кандидата, чтобы войти в мировую, скажем так, единую систему гидов. Есть очень много самозванцев. Здесь очень легко попасть на мошенников. Но это все обратная сторона медали. Естественно, все будет изменяться, конечно, к лучшему, я думаю. Юрий Игоревич, конечно, будет все изменяться к лучшему. А самое главное, что вершины, они остаются, слава богу, также неизменны. Хотелось бы, конечно, блок посвятить по безопасности, но, к сожалению, наш эфир уже подходит к концу. Я могу дать вам полминутки, чтобы к этому празднику вы поздравили настоящих альпинистов с этим очень значимым для нас. Уважаемые коллеги, я вас всех поздравляю с нашим днем. И могу сказать, что мы проделали большую работу. Пять лет назад наш спорт существовал где-то совершенно в параллельном мире. Сейчас это базовый вид спорта. У нас, наконец-таки, открыто отделение альпинизма. У нас работает горная школа. У нас есть результаты. У нас наши участники – это члены сборной России по альпинизму. Мы развиваем искалолазание, проходим на новые маршруты. И дай бог, чтобы у нас это все получалось. Поэтому всех вас поздравляю. И встретимся в горах. Мы присоединяемся к вашим поздравлениям. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Спасибо вам. А мы на этом с вами прощаемся. С праздником вас, дорогие альпинисты. В гостях у нас был Юрий Круглов. До новых встреч на информационном канале Севастополя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok